Так, дорогие мои, я сейчас так расстроилась, потому что мы сейчас хотели с Марычкой записать вам видео. Кстати, можно показаться. Вот, я решила... Ой-ой-ой. Прости, прости, прости. Всё, ничего страшного. Я решила, что чудовищно просто как-то так глупо выглядело на этом видео. И вот такая какая-то, боже, мамаша такая. Поэтому мне нужно заесть это чем-то сладким обязательно. И это, кстати, сказать по-польски. Вот эти такие штучки, они называются сезамки. Сезамки. У нас такие кунжутные такие пластиночки, они называются сезамки. Вот. И когда мы... Ну, мы ещё раз, наверное, запишем это видео с Марэшей, потому что уже как бы все спрашивают, что я сделала. С ней, куда она поддевалась. Но у нас там возникло... Ещё раз запишу. Может быть, я буду там как-нибудь получше выглядеть. Но, правда, ужас. Наверное, когда мы с детьми, мы немножко по-другому себя ведём. Наверное, более такие... Я как бы... Вроде бы я как бы не такая уж прям мамаша-мамаша. Я там не вожу детей своих в секции в какие-то и так далее. Нет, нет, нет. Нет у меня этого там, что учим уроки. Но всё равно это выглядит так, такая морализаторская, такая бабища. Ужас. Наверное, иногда нам нужно себя всё-таки записать когда-нибудь, да. Я, кстати, начала тоже... Я писала в Инстаграме. Ну, такие смешные немножко тексты про то, как я худею. И как раз похудение у меня началось тогда, когда я себя увидела. Зобачил вам. Зобачил вам правда. Поэтому, да, да, как бы и не болел, надо иногда себя записывать в разных ситуациях. Кстати, не только тогда, когда мы сидим и выпендриваемся перед студентами, но и тогда, когда мы в разных ролях. Но вообще... Ну, ладно. Так вот, у нас, когда мы это видео записывали, какие-то нагревающие мы данный фильмик, то Марэша, она как бы уже... Ну, как бы по-польски она со мной не разговаривает. Она со мной только по-русски разговаривает. И глупо ей ест. Разумоверзь со мной по-польскому. Глупо. Чуешься глупо. Кто как привык, вы об этом прекрасно знаете. И она сказала так... Захорувалом. Захорувалом. И очень часто... И я здесь должна вам сказать о том, что есть разница между захорувалом, в мужском роде захорувалем, и естем хора, естем хорой. Если я не права, то, мои дорогие друзья-поляки, меня, конечно же, исправят или добавят нюансов, но мне кажется, что я права, что есть разница. Естем хоры и захорувалем. Потому что захорувалем обозначает такой долгий процесс, что это, если оно только сейчас началось, то это уже навсегда, надолго, и, скорее всего, я от этого и скончаюсь. Мне поставили диагноз за хорувалом. Это что-то важное и общее. А вот естем хоры – это в данный момент. Это в данный момент. И у меня есть надежда на выздоровление, а, скорее всего, очень серьезная надежда. Я только вот сейчас, например, простудился, что-то у меня там. «Естем хоры», «Естем таки хоры», «Естем бардзо хоры». Но это происходит именно сейчас, не вообще. И вполне возможно, что я выздоровлю. Поэтому, если я вас продал «пшевяу вас», «пшемоклище», в какой-то рекламе, кстати, было это в Польше, «пшевяу вас», «пшемарслище», «пшемоклище», «пшемочи у вас», то тогда надо сказать «Естем хора», «Естем хоры». А если вы говорите о том, что когда-то случилось такое, что вдруг тяжело... Это мы по аналогии говорим. По-русски же «заболела», и нам кажется, что по-польски тоже «захоровала». Нет. «Естем хора», «Естем хоры». А если вы говорите о том, что когда-то там что-то случилось, и я заболел, и вот теперь я больной, и все, буду больной, вот тогда да. И втеды захорувавам. И в десять лет тему захорувавам. Есть еще там разные слова, с ненонимы там западываем и так далее, но об этом потом. Сейчас я как бы немножко по горячим следам хотела. Вот. А фильмик с Марисиом еще для вас сделаем. Объектую. Па-па.